Накануне уже во тьме вечерней Никита, индивидуальный предприниматель Суралмаша с двумя соседями, соорудил заградительные барьеры вокруг соседнего дома, который с конца апреля переживает эру великого капремонта, длинной хрущевки с номером 20А на улице 22-го портсъезда, панельной пятиэтажки с четырьмя подъездами, ремонтирует фасад, меняют кровлю и кое-какие коммуникации внутри. И все бы ничего, но окрестный люд, в том числе Никита, у которого трое детей, и у отца больше всего, тревог по поводу среднего сына, мальчишке 9 лет и дома его никак не удержать, а во дворе и возле детской площадки ремонтики и кирпичей набили, и доски свалили, и строительные леса побросали абы как. А если подойдет ребенок, ему станет интересно, его можно тут придавить. Последней каплей уралмашевского долготерпения стала очередная разгрузка стройматериалов. По словам Никиты, он вернулся с сыном после хоккейной тренировки, парковался во дворе и был возмущен тем, как подрядчики без всяких ограждений автокраном поднимали упаковки с утеплителем на крышу соседней пятиэтажки. Там мы все видели, не ограждений, ходят люди. Детский садик, возможно дети. Сам Никита живет в соседнем доме, но в душе, как конкретный уралмашевский пацан и как отец троих детей, он чувствует ответственность за все происходящее вокруг. Тем более, что рядом детский садик, и безалаберность капремонтиков его просто угнетает. Не ограждений, ничего, дети ходят, бегают, все подряд ходят, машины ездят. 22-го протсъезда, 20-Б. Он ходил и к прорабу, чтобы выяснить, почему не выставлены ограждения. И услышал в ответ, дескать, у них рабочих полным-полно, и они все контролируют. Никита так не считает, и как выяснилось, не он один. Сообща, трое уралмашевских мужчин соорудили возле ремонтируемого фасада дома заградительные ежи из деревянных поддонов. И забинтовали опасные проходы к зоне ремонтных работ оградительными ленточками. Никита не знает, что еще можно сделать, чтобы образумить пофигистов-ремонтников. И даже готов написать жалобу, куда следует. Вот эти ленты вчера ночью мотали, я, мой сосед и все остальные. Сейчас рабочие стоят и в шоке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...